Четвертый день. Вот моя бродильная емкость, в которой будет бродить сливовое вино. Сейчас я вот таким ситом буду аккуратно снимать плотный осадок. Он хорошенечко поднялся и уплотнился. И перекладывать в ведерко. Пахнет тебе, Танюшенька? Да. Чем? Пахнет красным шампанским. Может, ты сделаешь шампанское? Да, может. О, вот она, сливка. Вот такую сливку как раз очень вкусно скушать. А желтенькую? А желтенькую. Пьяная слива? Да. Я не очень тщательно пока отслеживаю гущую от жидкости, потому что сейчас это промежуточный этап. Очень красивый цвет. Да. Теперь возьмем черпачок. И вот так еще сделаем. А вот и косточки, смотрите. Так легко остались здесь все косточки. Косточки отдельно. Косточки отдадим голубям, пусть кушают. А жмых отдельно в емкость. То же самое делаю со второй емкостью. Варю инвертный сироп. Продолжаю делать вино из сливок. Я перелил сусло без осадка вот в такую прозрачную стеклянную бутыль. А здесь у меня немножко сусло. Я попробую его на вкус для того, чтобы оценить степень сладости. Ну и просто потому, что я люблю это все делать. Так оно сладкое. Очень сладкое. Класс. Шампанское. Я вам сказал, что жмых пока не выбрасывайте. Я скажу, что с ним можно сделать и нужно обязательно сделать. Вот в этих емкостях у меня жмых, который я разбавил инвертным сиропом. Это будет отдельное видео, как сделать вкусный сливовый самогон из сливового жмыха. Поэтому смотрите, ссылочка появится скоро. А здесь будет вино из сливы. Сахара пока здесь достаточно. Я ставлю сюда крышку, гидрозатвор. И в теплом месте, и в темном теплом месте оно будет бродить. Через несколько дней я попробую. Когда количество сахара уменьшится, то я возьму инвертный сироп и добавлю сюда немного. Для того, чтобы вино из сливы было более крепкое. Таких операций я буду делать несколько до тех пор, пока уже дрожжи не смогут перерабатывать сахар. Потому что количество спирта будет уже предельное. Но это мы скоро узнаем. Итак, гидрозатвор, темное, теплое место. И вино из слив будет бродить. Прошел уже час или два. Вот так интенсивно начало булькать сливовое вино. Небольшая шапка из пены. Все получилось замечательно. На следующее утро интенсивность выделения углекислого газа усилилась. И так будет идти какое-то время. Когда количество пузырьков будет уменьшаться, я открою крышечку, попробую на вкус и добавлю туда немного инвертного сиропа. Это будет через несколько дней. Друзья, если вам понравилось мое видео, как сделать вкусное вино из сливы, ставьте вот такие огромные лайки, подписывайтесь на мой канал и помните, кухня это самое спокойное место.